Всем привет! В этом видео я расскажу, как стравить воздух из радиатора отопления. Как всегда, сделаем это просто, быстро и легко. После просмотра каждый сможет справиться с этим трудным, на первый взгляд, заданием. Приступим! В данном случае у нас стальной радиатор. С него мы и будем стравливать воздух. Воздух стравливается в следующих случаях. Если радиатор полностью холодный. Если при подаче теплоносителя вверх радиатора холодный, а низ радиатора теплый. Или же просто для профилактики, чтобы убедиться, что в радиаторе нет воздуха. Для этого будем использовать кран Маевского. Вот так он выглядит. Он служит для стравливания воздуха из радиатора. Сейчас я расскажу вам, как он работает. При покупке крана Маевского и установке его на радиатор, в комплект к нему идет вот такой пластиковый ключ. Также они бывают еще и металлические. Он служит для открывания клапана и стравливания воздуха. Если у вас нет такого ключа, можете купить его в магазине. Он стоит примерно 20 центов. Также можете использовать тонкую плоскую отвертку. Она идеально подходит и можно обойтись без ключа. В этом видео я все покажу. Итак, чтобы стравить воздух с радиатора, вставляем ключ Маевского. Берем любую емкость. В моем случае это миска. Кто ставит ведро, даже видел, ставили совок. Берите все, что угодно, лишь бы не текло на пол. Перед тем, как мы начнем, прошу обратить внимание на выходное сливное отверстие и его направление, чтобы вы понимали, в каком направлении будет идти вода. Ставим миску под радиатор. Поворачиваем ключ против часовой стрелки и откручиваем клапан. Видим, у нас пошла вода. В моем случае воздух в радиаторе отсутствует. Можно смело закрывать клапан. Также советую посмотреть на воду, которую мы слили с радиатора. Она должна быть чистой. Если у вас идет грязная вода, слейте ее, пока не пойдет чистая вода. Проверка радиатора прошла успешно. Теперь лайфхак, как я и обещал. Если у вас не оказалось ключа, используем тонкую плоскую отвертку. Вставляем ее в отверстие и крутим также против часовой стрелки. Вот так просто можно обойтись без ключа, используя отвертку. В этом радиаторе также идет вода без воздуха. С этим радиатором тоже все в порядке. Если же у вас при открытии клапана будет слышен воздух и вода не пошла, стравливаем воздух, пока не пойдет вода и не прекратится шипение воздуха. После того, как воздух прекратил выходить из радиатора и идет одна вода, закрываем кран Маевского. Как видите, все просто. Таким способом проверяем все батареи в помещении. После того, как вы страиваете весь воздух, батареи у вас будут полностью заполнены теплоносителем. Сразу повысится теплоотдача и в комнате станет теплее. Вот и все. Как я обещал, все просто и доступно. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Не забываем подписываться на канал и ставить палец вверх. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok